Всем тихой ночи! SCP, хранители, Backrooms. Все они изначально зародились в одном конкретном уголке интернета, в разделе X анонимного сайта 4chan. Возможность на ним написать всё что угодно и общая атмосфера безумия раздела X помогает людям придумывать действительно интересные вещи, которые ложатся в основу целых ветвей интернет-культуры. Но только ли один этот сайт порождает на свет новые творческие явления? Кое-что появилось и в наших, отечественных, русскоязычных анонимных интернетах. На 2 час существует такое явление как бугурт-треды, вся суть которых в том, чтобы описать какую-то знакомую каждому бытовую неприятность в особом лаконичном формате. Хорошие бугурты, они ведь почти как хоку, которые предельно короткие и при этом максимально полно заставляют читателя вспомнить тот или иной неуютный аспект жизни на постсоветском пространстве. Да, я видел, что бугурты бывают длинными, но как по мне, хороший бугурт длинным быть не может. И вот однажды, 2 мая 2018 года, среди прочего такого появился бугурт-тред, отличающийся какой-то особенной гротескностью. Тред, в котором зародилась вселенная самосбора. Так что же там было такое? Там идея неуютной и неустроенной постсоветской действительности была доведена до абсурда. Герои бугуртов живут в сооружении, представляющем собой бесконечную хрущевку. Герой самого первого из них жил на 556 этаже. Просто представьте, что весь мир самосбора – это нигде не кончающаяся хрущевка. Сколько бы вы ни спускались и ни поднимались, сколько бы ни шли в одну сторону, везде будут только бесконечные комнаты и коридоры, типичного старого здания хрущевской эпохи. Никто точно не знает, откуда взялась гига-хрущевка и как в нее попали люди. Старожилы говорят, что это происки неких масонов, которые при помощи митингов пробудили саму суть гига-хруща. Казалось бы, достаточно, но в этом мире существует еще такое явление, как самосбор. Про него также никто особенно ничего не знает. Что на самом деле представляет собой самосбор, можно только догадываться. Да и возможно, что суть самосбора не может быть познана в принципе. Все лишь понимают, что это что-то очень плохое и опасное, и лучше держаться от него подальше. О наступлении этого явления исправно сообщают воющие сирены. Хотя о его начале можно узнать и по другим признакам. Например, по воне, похожей на сырое мясо, по душераздирающим стонам и крикам, и по осязаемой, обволакивающей тьме, которая затягивает пораженное помещение. Спастись при наступлении самосбора можно только если спрятаться в надежном помещении, с мощной гермодверью, что говорит о том, что природа явления все же физическая. Но раз самосбор не проникает в герметичные помещения, после самосбора приходят ликвидаторы, прямая задача которых заключается в том, чтобы ликвидировать последствия ужасного явления. Несмотря на то, что эти ребята вроде как занимаются полезным делом, они не менее опасны, чем сам самосбор, ведь их начальство полностью безумно, и может, например, приказать ликвидировать обычных и абсолютно случайных людей. Впрочем, жизнь у ликвидаторов вряд ли лучше, чем у обычного квартирного сыча. Ведь когда ликвидатору выдают оружие, чаще всего он вынужден оттирать его от крови и внутренности предыдущего владельца. И хорошо, если выданное оружие будет стрелять или там плеваться огнем. Ведь для борьбы с последствиями самосбора могут выдать и какие-нибудь грабли. Когда ликвидаторы уходят и наступает тишина, обычные жители открывают двери своих квартир, смотрят все ли в порядке. Но и тут не стоит расслабляться, ведь ликвидаторы делают свою работу не очень хорошо. Если вообще ее делают, и то тут, то там можно встретить самые разные пугающие вещи. Каких-нибудь отвратительных существ, лужи черной слизи, или, например, зловещий улыбающийся труп соседа, следящий за вами глазами. Самосбор может оставить за собой все что угодно. Но главное это, конечно же, минуты тишины, в ходе которых можно полакомиться концентратами, которые льются из раздатчиков. А для большинства потребление концентратов это единственный источник питания. К слову, концентраты довольно разнообразны. Некоторые из них похожи на овощи, некоторые на мясо. Из некоторых можно даже получить маспо или пивной напиток, идентичный натуральному. В часы затишья жители квартир могут заняться обычными бытовыми делами. Кто-то смотрит телевизор, кто-то играет в старый компьютер, кто-то пытается подкатить к своей старой школьной любви. Да, так как самосбор вырос из бордовских бугуртредов, в нем присутствует вся та обыденная повседневность, которая обычно в них есть. Просто в необычных декорациях. Некоторые люди все еще надеются выбраться и проламывать стену за стеной, в надежде встретить что-то кроме новых коридоров и комнат. В некоторых секторах гигахрущевки люди наладили промышленное производство, создавая из добываемых в сооружении материалов самые разные новые вещи. Главное из которых это, конечно же, гермодверь. Ведь только хорошая гермодверь может служить залогом длительного выживания в этом мире. Разумеется, в таких секторах все жители работают все свободное от сна и самосбора время, зарабатывая всего пару талонов в день и с завистью поглядывая на тех, кто смог устроиться по блату в администрацию. И там занимаются только тем, что присваивают и разворовывают народное добро. Кроме расхищения собственности, администрация также занимается введением различных абсурдных нормозапретов. Важная часть эстетики самосбора – это бесконечные аббревиатуры, полностью лишенные смысла, которые, возможно, когда-то и значили что-то, но теперь потеряли всякое значение. А еще в мире самосбора есть многоуровневая бюрократия, с которой сталкивается каждый житель гигахруща. Нельзя просто так перейти с уровня на уровень, не показав бумаги. Некоторые люди не смогли смириться с непознаваемостью самосбора и создали научно-исследовательские институты, наиболее важным из которых считается НИИ Слизи. Дело в том, что после самосбора всегда остается черная слизь, изучению которой посвящают своей жизни местные светлые умы. Есть и другие НИИ. В изначальном трейде упоминаются НИИ концентратов. Пока одни воруют и придумывают абсурдные правила, другие бегают с оружием и граблями по местам, где недавно прошел самосбор. Третьи разглядывают в микроскоп слизь, а иные работают тяжелую смену на заводе, обустроенном в какой-нибудь многокомнатной квартире. Вокруг происходит главное. Через каждую незаделанную щель, через каждую сломанную вентиляционную шахту, через каждую прохудившуюся гермодверь, в этот мир проникает ужас самосбора. Для кого-то ужас это встреча со своим двойником, который в один прекрасный день выгоняет человека из его собственной жизни и занимает его место. Для кого-то это зрелище превращения его друзей и близких в лужу слизи, а для кого-то это столкновение с монотонной стеной гноя и воплощенного ужаса, ползущего по узкому коридору его недавнего жилища. Некоторым ужас является в виде давно умерших родственников, жалобно просящих открыть герметичную дверь, отделяющую квартиру от внешнего мира, и иные не выдерживают и открывают. Легенды гласят и о тех, кто смог совладать с самосбором. Например, ходят рассказы про отца и безнадежных из подвала, которого можно узнать по пиджаку цвета ржавчины. Он без страха ходит по самым нижним этажам и даже по минусовым уровням. И кто знает, что сулит встречи с ним? Можно услышать и истории о тех, кто вошел в самосбор и вернулся. Таких все считают безумцами, потому что в их истории невозможно поверить. Выжившие описывают свой опыт как безумную мешанину образов и событий. Калейдоскоп абсолютно не связанных между собой вещей видений, мест и миров, какого не увидеть даже в самом странном сне. Ходят разговоры о тех, кто пережил самосбор и не вернулся к людям. Говорят, такие люди стали чем-то иным, совершенно не похожим на человека. Большинство, правда, лужами слизи. Но единицы людей, обладающих сильной волей к жизни, переходят в иные планы бытия. У костра можно услышать и другие истории. Например, о людях, которые нашли выход. Говорят, что иногда за окнами бывают не другие квартиры, а настоящий внешний мир. Верящие в эту байку люди ходят с парашютом на случай, если такое окно действительно можно встретить. Но легенда так и остается легендами. Время идет, и ничего не меняется. Кроме того, что нижние этажи постепенно заливают черной слизью. Жители, не сумевшие получить сотню справок и не накопившие талонов на переезд повыше, медленно превращаются в отвратительных мутантов, пожирающих плоть друг друга. Впрочем, некоторых из них мутации не смущают. Они им как раз. Это то, что я собрал из более-менее оригинального источника. То есть из самих бугурт-трэдов про самосбор. Сейчас, мне кажется, сообщество этой вселенной стоит на распутье. Подобного SCP-сайта, где бы контент создавался, централизованно у них нет. Зато есть много мелких, на каждом из которых самосбор какой-то свой. На некоторых из этих сайтов в основном рассказы. На других есть какая-то систематизация в духе того же SCP. Где-то сохраняется оригинальная форма бугуртов. Какие-то сайты авторские. На каких-то собрано коллективное творчество. По самосбору уже делаются игры и рисуются множество артов. Так что, хоть пока и непонятно, чем вообще станет самосбор, но уже видно, что он станет хоть чем-то. Потому что самосбор это не сборник крипипасты или фантастики. Самосбор это чёрное зеркало нашей постсоветской действительности. А такой жанр необыкновенно живуч. Особенно у нас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok